Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимресов с рабочим визитом посетил Северную Осетию. В Моздоке в ходе встречи с главой соседней республики Сергеем Миняйло обсудили вопросы межрегионального сотрудничества в экономике, социальной сфере, обозначили различные форматы расширения взаимодействия в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, развития культурной сферы. Отмечено, что практика обмена оригинальным опытом в решении актуальных государственных задач очень полезна. А затем главы Карачаева Черкесии и Северной Осетии встретились с мобилизованными от Карачаева Черкесии, которые в настоящее время проходят дополнительную подготовку в воинских частях во Владикавказе и Моздоке. Подробности у Артура Мхце. Тяжело в учении, легко в бою. Это в полной мере подходит и к военнослужащим из Карачаева Черкесии. Одни занятия сменяются другими, все действия должны быть отработаны до автоматизма. Совсем скоро им предстоит отправка для участия в специальной операции и защиты мирного населения новых регионов России. Накануне отъезда воинскую часть Северной Осетии в сопровождении руководителя этого региона Сергея Миняйла посетил глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. С каждой семьей будет связь, либо кто с какого села, аула, города, все местные власти, они будут на контакте. То, что зависит лично от меня, вот вы считаете, что я это сам лично беру на свой контроль и сам лично буду этими вопросами всеми, которые будут возникать в семье Украины. Это мне с Сергеем Ивановичем сейчас посоветовать, как уже там, куда вы прибудете, как там все, что необходимо и нужно именно для, вот я говорю, как глава Карачаева Черкесии, для тех ребят, которые из нашей республики. Несколько дней назад эти люди были просто земляками, жителями Карачаева Черкесии, у которых на поверхностный взгляд мало общего. Они пришли в республиканский военкомат. Кто-то добровольцами, другие по частичной мобилизации. Однако отправка в расположенные во Владикавказе и Моздоке воинские части их во многом изменила. Теперь они настоящая команда, готовая к решению поставленных боевых задач. А иначе и быть не должно, что отметил и непосредственный командир. Никто назад сдавать не хочет, только вперед. Постоянно спрашивают, когда мы поедем уже. На занятиях по боевой подготовке управляются с положительной стороны, стараются как практические навыки, так и теоретически впитать в себя что-то, если кого-то не получается. Постоянно подходят, спрашивают, просят повторить, если этого необходимо. Так в целом ребята молодцы, дисциплина у них достойная. Ребята стараются научить, кто не знает. Кто что-то подзабыл, стараются подсказать. Товарищество присутствует, конечно же, у нас. Без этого никуда. По вещам? По вещам, по имуществу, по обмунированию все хорошо, все у нас есть. Встретили отлично. Мы были в шоке. Здесь каждый человек отслужил срочную службу и знает, кто такие офицеры. Ну, тут прям было все на высшем просто уровне. Такие впечатления, очень хорошие воспоминания. Потом уже влились, как говорится, в армейскую жизнь. На самом деле все очень хорошо. У нас у всех дух боевой. Вы считаете, что самое главное еще команда? Конечно, команда у нас вообще боевая. Мы вовсю готовы. С наступлением первых заморозков бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, придется доставать из гардероба более серьезный арсенал – теплые носки. И вряд ли кто поспорит, что самые лучшие и уютные – это бабушкины вязаные носки из толстой нити, выполненные с особой любовью. 82-летняя Фатима Аркенова из Черкеска своими руками связала для наших ребят больше 500 пар шерстяных носков. Фатима Даурова о теплоте не только физической, но и душевной. Звонкий голос Фатимы Аркеновой поет строчки из народного фольклора. Песня о том, как девушка ждет приезда любимого со службы. Под мелодичные напевы, привычные к вязанию пальцы, выстраивает бабушкины лицевые петли в ряд. Послушная пряжа ложится красиво. Мастерство вязания Фатима Хаджимуратовна научилась еще в детстве, наблюдая за тем, как это делает соседка. В далеких казахских степях, где во время депортации жила семья нашей героини, зимы были ветреные и холодные. И только изделие из натуральной овечьей шерсти спасало от морозных дней и ночей. И пришла, начала вязать. Отец тогда мой работал чабаном. Они осень уезжали, весной в мае приезжали. Вот мне пришлось в голову папу связать, пока папа придет на смену, сделать носки. Я целую ночь сидела, вязала. И пятку я не такую сделала. Потом опять к этой девушке подхожу, ничего не говорю, смотрю. Как раз она делает пятку. Я быстро бегом пришла, распорола свой носок и пятку связала. И с тех пор бабушка Фатима вяжет всем. Семье, родственникам, соседям. Три года из-за болезни она была прикована к кровати. Единственное, что ее отвлекало от тягот недуга – любимое занятие – вязание. За это время она успела связать более 500 пар носков. Они лежали и ждали своего часа. Он пришел, когда Фатима Хаджимуратовна услышала о наших парнях, выполняющих свой долг в зоне боевых действий. Большое материнское сердце отозвалось теплотой и заботой к каждому из них. Три года вообще я не ходила. И вот я вспомнила, сделаю, сижу, сделаю носки, ну пригодится это. А Эндуа, вот эту я слышала, я хочу от души передать им, чтобы они носили ноги, чтобы были у них теплые. Дай Бог, чтобы они все живыми, здоровыми вернулись к своим родителям, матерям, сестрам. Проявленную матерью заботу разделили с ней и ее дочери. Их руками аккуратно, ряд в ряд, в большие сумки уложены теплые носки маминого производства. Хочется, чтобы наши ребята были теплее, обогреты, чтобы им было комфортно воевать за нас. Они пошли за нас, за всех, за нашу мирную жизнь. Если бы они не пошли, мы не знаем, что было бы с нами и с нашими детьми. Я хочу выразить им благодарность за то, что они смело пошли за нас. Это та малая часть, что мы можем для них сделать, чтобы им было теплее от рук моей мамы, от наших сердец. Совсем скоро вместе с очередным грузом гуманитарной помощи при содействии регионального отделения партии «Единая Россия» они отправятся к нашим бойцам на передовую. Наступающие холода ребята уже встретят в теплых шестяных носках от бабушки Фатимы. А тем временем петли завязываются в очередной носок, все так же под тихий напев мастерицы. Фатима Дорова, Расул Бердия, Вести, Карачаево-Черкесия. И в рамках оказания гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса и военнослужащим 34-й мотострелковой бригады и мобилизованным ребятам из Карачаева-Черкесии был отправлен очередной груз. В этот раз акцент в основном делался на сезонную одежду, термобелье и больше 4 тысяч пар теплых носков от жителей республики, общественных организаций, предпринимателей и депутатов. Всего с начала операции при участии регионального отделения Единой России республика отправила более 600 тонн гуманитарного груза в поддержку наших военных и жителей ЛНР, Херсона и Запорожья. В акции не первый раз участвуют и представители Карачаева-Черкесской региональной общественной организации ветеранов внутренних дел республики. Сейчас реклама, после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Кисловодском цирке 296-58. Спешите узнать тайну пирата. Высокоточное МРТ, КТ, УЗИ, комплексные консультации специалистов. Все виды медицинского массажа в клинике Сити по адресу. Ставрополь, Карла Маркса 4. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 20 по 23 октября. В доме предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании Карачаева Черкесия требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру 8-928-390-38-89. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. В парламенте Карачаева Черкесии составилась очередная 41-я сессия Народного собрания. Депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов, в том числе изменения в закон о главе Карачаева Черкесии, о бюджете на плановый период и другие. О наиболее значимых из них смотрите далее подробности. На пленарном заседании внесены изменения в закон о главе Карачаева Черкесии. Основные тезисы. Глава предоставляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги несовершеннолетних детей. На главу распространяются ограничения и запрет, установленные для членов правительства России. Статья, регулирующая полномочия. Главы дополняются новыми нормами. Мы расширили полномочия главы республики в части того, что он вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащие исполнение своих обязанностей. Также, если в течение месяца, если они этого не сделают, он может и отрешить их от должности. Что касается бюджета, предлагается увеличить плановые назначения по налогам на полмиллиарда рублей. Общий объем доходов бюджета составил 40 миллиардов 300 миллионов рублей. Учтены в полной мере социальная поддержка, увеличение заработной платы бюджетникам и лекарственное обеспечение населения. Кроме того, предусмотрен резерв средств на софинансирование федеральных законов, о минимальном размере оплаты труда, о мероприятиях по реализации государственной социальной политики и закона об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Создан резерв на софинансирование публично-нормативных обязательств и реализацию указа президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Таким образом, общий объем расходов бюджета составил 42 миллиарда 61 миллион рублей. Дефицит остался без изменений и сохраняется на уровне 1 миллиард 758 рублей. В двух чтениях принят законопроект о приостановлении отдельных положений закона об инвесторах. Документ предусматривает меру господдержки для инвесторов в виде введения моратория на прекращение господдержки из-за неисполнения инвесторами условий соглашения в условиях санкционного давления. Мы в течение последних полугода рассматриваем уже третий законопроект, который именно идет навстречу бизнесу, навстречу малому и среднему бизнесу предпринимателей, в какой-то степени дает послабление. Мы принимали законопроект о льготах по основным средствам предпринимателей, которые задействованы в приоритетных и национальных проектах республики. В общем, сейчас всем тяжело, предпринимателям тоже тяжело, и правительство делает все возможное для того, чтобы эту тяжесть как-то облегчить. Также депутаты внесли изменения в закон для уточнения порядка замены мирового судьи при прекращении или приостановлении его полномочий. Определен расчет предельной величины среднедушевого дохода для основных социально-демографических групп населения. Установлен беззаявительный порядок перерасчета ежемесячных выплат для детей от 3 до 7 лет. Всего парламентарии рассмотрели 16 законопроектов. Муратченко, Завалибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Авторитетных российских ученых собрал круглый стол, который прошел в стенах Северокавказской государственной академии. Его участники обсудили механизмы утверждения российской идентичности и гражданского согласия многонационального народа России и его оригинальные аспекты. Мадина Каракетова, далее. По традиции в работе круглого стола приняли участие представители Общественной палаты России Владимир Зорин и МГУ Александр Гребенюг. И еще одна традиция – проводить круглый стол в Карачаево-Черкесии уже в четвертый раз. Участников круглого стола приветствовали министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков, министр культуры Зураба Гербов и ректор СКГА Руслан Качкаров, который отметил актуальность выдвинутой на обсуждение темы. Сегодня Карачаево-Черкесия может быть один из самых небольших субъектов Российской Федерации, но при этом колоссальное национальное многоцветие, которое отличает нашу республику. И самое, наверное, значимое достижение республики, органов власти, гражданского общества Карачаево-Черкесии, я думаю, за крайние 10 лет, 15 лет, это, наверное, общественно-политическая стабильность, общественная безопасность, благодаря которой сегодня республика по-своему динамично развивается. И Карачаево-Черкесии есть чем поделиться, сказал Руслан Качкаров. Этот круглый стол позволит предметно на экспертном уровне обсудить самые актуальные вопросы сегодняшних реалий. По мнению председателя Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимира Зорина, многие решения и рекомендации, которые были приняты на прошлогоднем круглом столе, оказались востребованы в 2022 году, который оказался богат на события принципиально важного значения, влияющие на будущее всей страны. Сохраняются последствия ковида, мы, особенно это в начале года было, специальная военная операция, референдум о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов. Теперь мы живем не только в новой стране, но и в новом мире, и все это необходимо осмыслить, сказал, обращаясь к участникам круглого стола, Владимир Зорин. В этих условиях возрастает и значение самой главной задачи – формирование общероссийской гражданской нации при этнокультурном развитии всех населяющих страну народов. Необходимы новые ответы новым вызовам и рискам. Участники круглого стола обсудили возможные механизмы для решения вновь возникающих задач, проанализировали уже имеющийся опыт работы и позитивные практики. В республике Карачаево-Черкесии есть что рассказать, а всем гостям есть что полезного услышать для того, чтобы и дальше совершенствовать все это направление нашей работы. Сейчас мы переживаем очень такое важное явление, которое назвали эксперты и политологи, донбасский патриотический консенсус в обществе. Но он возник тоже в результате конкретных действий этого же общества. И он обозначает, что в этих сложных условиях санкционного давления, информационной атаки, фейков, которыми нас тут засыпали, атака ведется в основном на молодежь, что тоже очень важный аспект, что в этих сложных условиях возрастает наше единение, наше единство вокруг лидера государства, вокруг тех задач, которые мы решаем. Владимир Зорин высказал большую благодарность руководству Карачаево-Черкесии, в частности Северокавказской государственной академии, за то, что они уже не первый год принимают такое важное для региона и страны в целом событие. Заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ, доктор экономических наук Александр Гребенюк, в своем докладе поделился собравшимися анализом результатов крупного исследования, посвященного адаптации мигрантов из Средней Азии в России, которое проводилось в начале 2022 года специалистами МГУ и Федерации мигрантов России, подробно остановился на проблемах, механизмах и перспективах адаптации мигрантов. Россия является страной, принимающей мигрантов. На нашей территории находится порядка 8 миллионов иностранцев, прежде всего из стран Центральной Азии. И вопрос социокультурной адаптации является очень важным, поскольку они влияют на и межнациональные отношения внутри страны, и на общую стабильность, социальную стабильность, экономическую стабильность. Поэтому данные исследования являются очень актуальными и востребованы сейчас. Еще ряд выступлений был посвящен темам национальной идентичности, принципам нерушимости гражданского согласия, современным образовательным технологиям, формирования российской идентичности и патриотизма. Участники круглого стола были едины во мнении, что без подобных площадок практически невозможно вовремя индикатировать возникающие проблемы и в таком экспертном кругу разрабатывать механизм преодоления возникающих трудностей. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Ровесница нашей республики, государственная библиотека имени Халимат Байрамукова отпраздновала свое столетие. Настоящая кладезь научной и художественной литературы. Главная библиотека Карачаево-Черкесии была и остается источником знаний, для детей и взрослых, Центром культуры просвещения духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. На юбилейном вечере коллектив и руководство учреждения поздравили представители власти, общественных организаций, делегаций из городов и районов, ну и, конечно же, постоянные читатели. Какие бы ни были сегодня современные носители и какие бы ни были сегодня технологии, но ничто не может заменить живую, настоящую книгу, которую можно подержать в руках. А ту информацию, которая содержится в библиотеке, ну, наверное, все равно нельзя найти ни в каком поисковике, потому что это наша история, это национальная библиотека. То, что мы здесь храним, то, что мы здесь стараемся потомкам нашим передать, оно всегда будет востребовано, всегда будут люди, которые будут находить знания в библиотеке. И я хочу еще раз выразить огромную благодарность всем тем, кто сегодня несет эту нелегкую ношу быть библиотекарем в наше современное время. О сегодняшних буднях Республиканской библиотеки и над чем работает коллектив, на этот и другие вопросы, а также о планах на будущее, рассказал сегодняшний гость программы, директор Карачаева-Черкесской государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой Салых Хабчаев. Добрый день, Салых Юсуфович. Позвольте поздравить вас и ваш замечательный коллектив со 100-летним юбилеем. Скажите, пожалуйста, какие еще праздничные мероприятия запланированы до конца года, чем еще порадуете читателей и партнеров? Добрый день. Я хочу сказать, что только что прошли торжества, посвященные столетию нашей библиотеки. Это вот на прошедшей неделе мы праздновали столетие Государственной национальной библиотеки. Мы благодарны главе Карачаева-Черкесской республики, который поздравил коллектив Государственной национальной библиотеки с нашим юбилеем. На мероприятиях присутствовал спикер, депутаты парламента. Мы были рады, как говорится, встретить своих и читателей, и людей, которые работают с нами не только в библиотеке, но и по жизни. Если говорить о том, как мы работаем, или немножко коснуться истории библиотеки, то мы фактически из библиотечки в однокомнатной квартире из 170 книг со 140 читателями превратились в современную библиотеку, трехэтажное здание, специально построенное для этой цели, библиотеку, где хранится книжный фонд в полмиллиона книг, журналов, пластинок, видеоматериалов, газет и так далее. Вот это все, как говорится, богатство духовно-культурное наследие народа в Карачаево-Черкесии, оно хранится у нас здесь. И практически есть вещи, книги, источники, документы, которые в другой библиотеке, эти данные, эти моменты читатель может и не найти. За годы работы государственной библиотеки столько изменений произошло в стране. Насколько сейчас востребованы фонд, ресурсы и культурно-просветительские мероприятия у современной молодежи? Абсолютно правильно вы говорите. Дело в том, что с временем меняются и требования к библиотеке, и меняются формы, методы работы нашей библиотеки. Если до этого библиотека служила как книгохранилищем республики, так скажем, и просветительские функции были, сегодня у библиотеки огромный большой объем работы в плане духовно-культурного наследия. Что имеется в виду? Сегодня в нашей библиотеке есть все книги, изданные на языках народов Карачаева-Черкесской республики, пяти субъектов, которые проживают на территории Карачаева-Черкесии. Мы хранительницы этого богатства. Любую минуту мы можем найти ту или иную книгу или ту или иную газету. У нас, кстати, газетные подшивки сохраняются с 2024 года по настоящее время. Многие из них превращены в электронные носители, и мы легко работаем с читателями в этом плане. А как теперь в эпоху цифровизации пополняется книжный фонд? Есть ли в нем место для печатных изданий? Значит, книжный фонд у нас пополняется путем и приобретения новых книг. И мы потихонечку работаем с интернетом. В настоящее время, во-первых, мы свой книжный фонд, так сказать, отсортировали, сделали книги, связанные с памятниками, книжными памятниками. Книжные памятники – это книги, изданные… У нас есть книги в 17-м веке, изданные в 18-м, 19-м веке. Вся эта литература отобрана и имеет свой особый статус под названием книжные памятники. И вот эти книжные памятники, все другие книги, которые у нас имеются, журналы, газетные материалы основные, это они сортируются, обрабатываются и превращаются, как говорится, в электронную форму работы для наших читателей. Плюс к этому мы, кроме того, что имеем книги, которые мы приобретаем в книжном магазине или путем интернета, имеем доступ, у нас есть свои книги, книги, которые издает библиотека. Так, за последние годы нами издано более 30 книг. И книги – это не какие-то брошюрки, а вот просто я хочу показать книги. Вот, например, «Мастера искусств Карачаева Черкесской Республики». Здесь сведения, данные обо всех наших артистах, художниках, композиторах, людей искусства. И сегодня в библиотеку, приходя, любой читатель быстро и легко находит данные о людях искусства, в данном случае по этой книге. Мы недавно, к столетию Карачаева Черкесской Республики, издали новую книгу «Достойные славы». Вот эти знаки как раз рассказывают о героях Советского Союза, Российской Федерации, героев социалического труда, и приравненные к ними, и люди, которые были награждены орденом Карачаева Черкесской Республики за заслуги перед Карачаевой Черкесской Республикой. То есть здесь средства нашей истории, нашего общества, люди, элита Карачаева Черкесии, вот в этой книге. Новым в этой книге является то, что мы сюда смогли поместить данные, биографические данные, сведения о лицах, которые были представлены в свое время для присвоения звания Героя Советского Союза, но по известным причинам, как репрессированные, они не были награждены этими наградами. Дело в том, что мы подумали, это не главный знак, предоставлен или получил человек или нет, но самое главное, чтобы люди, они были, как говорится, эти данные озвучены, и у нас вот в этой книге более 40 человек, лиц, которые были представлены на уровне разном, дивизии, штаба, полка и так далее, вот эти данные здесь тоже поместили в этой книге. Книг много, у нас очень много. Книга, например, в боях за Белоруссию, очень много наших земляков воевали в Году Великой Отечественной войны в Белоруссии. Во время презентации этой книги мы здесь приняли решение как-то так добиться, чтобы мы вручили эту книгу руководству Белоруссии. И такую возможность мы нашли. И наша книга была вручена президенту Республики Беларусь, Александру Лукашенко, и он дал высокую оценку, мы получили письмо оттуда, этим мы гордимся и радуемся. Таких у нас примеров много. Особенно большую работу наши работники сделали по книге «Они защищали Сталинград». Вначале было, что по всем данным, которые имели ученые, в Карачаево-Черкесии представители защищали Сталинград 77 человек. Из этих 77 человек мы вышли на 740 человек защитников Сталинграда, в годы Великой Отечественной нашими земляками, кстати, представителем всех народов нации Карачаева-Черкесии. После выхода книги нам пришлось издать третье издание этой книги, потому что первых двух изданиях мы не всех, оказывается, учли. Сегодня мы имеем книгу «Они защищали Сталинград», где размещены данные о защитниках Сталинграда на более 1480 человек. Ими мы гордимся, потому что молодежь интересуется, часто приходит и берет эти книги. Все эти книги у нас находятся на отдельном сайте Государственной национальной библиотеки. Кстати говоря, о нашем сайте хочу отметить, что мы на днях будем отмечать 600-тысячного своего посетителя. Мы считаем это большое достижение в плане, что мы держимся со своими читателями, крепкой дружбе, и вот столько людей нас посещает, и мы, как говорится, работаем с ними. Очень интересно узнать литературную рекомендацию от самого директора Государственной библиотеки. Что вам нравится читать? Мне нравится литература военная, во-первых. Во-вторых, есть писатели, которые каждому свой любимый писатель. Например, для меня Чингиз Айтматов – это и учитель, и человек, который является идеалом. К тому же еще я хочу сказать, что я родился в Средней Азии, Киргизии, где на родине Чингиз Айтматова. То есть он мой земляк, поэтому я его очень уважаю как литератора, и как человека, который много сделал для развития советской литературы в общем. А в принципе, если говорить о литературе и о тех, которые мы предпочитаем, перекручивая это на работу библиотеки, у нас, к сожалению, огромного в республике нет книги, где бы вот как по мастерам искусств, чтобы были все писатели, поэты Карачаева-Черкесии. Мы такую книгу к столетию Карачаева-Черкесии начали, такую работу, и заканчиваем к концу этого года выпуск большой книги, которая называется «Литературная Карачаева-Черкесия». Из этой книги наши читатели могут найти и о писателях прошлого века, и о писателях 20-го века, и о писателях сегодняшних. Я считаю, что это будет очень интересная книга и для молодежи, и вообще для круга читателей. А если пофантазировать, какой вы представляете себе государственную библиотеку к очередному юбилею, скажем, к 150-летию? Я, во-первых, хочу, чтобы библиотека была креативной, как говорят, современной. У нас еще есть возможности, как говорится, доработать в этом плане. В части приобретения организации оргтехники, компьютерной техники. Мы стараемся к этому идти. Если смотреть на то, что было 10 лет тому назад и что мы сегодня имеем, это большая разница. Кстати, я хочу, пользуюсь моментом, искренне поблагодарить главу Карачаева Черкесской Республики, который под непосредственным контролем держал ремонт нашей библиотеки. И к столетию мы сегодня отремонтировали, отремонтировали фасад библиотеки, отремонтировали читальные залы, актовый зал библиотеки, приобретена оргтехника, приобрели на 800 тысяч рублей новые книги. И, конечно же, мы благодарны. Эту работу мы, надеемся, будем вести и дальше. Нам помогает депутатский корпус. У нас есть свои меценаты. И я думаю, что современная библиотека будет такая же, как и в центре Москве. Будем подражать, будем работать вот в этом направлении, чтобы у нас все достижения науки, техники, преломлений Карачаева Черкесии, чтобы они были у нас в библиотеке. Савак Юсуфович, спасибо за очень интересную беседу и до новых встреч. Спасибо огромное. О спорте. Сборная Карачаева Черкесии успешно выступила на всероссийском турнире по джиу-джитсу. Так у Маранчоков, Исмейл Мамедов, Эльдар Байчуров и Амир Хабичев завоевали золотые медали. Отметим, тренирует спортсменов Александр Пападопулас. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Зовут меня Злодник Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 20 по 23 октября. В доме предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании Карачаева Черкесия требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру. 8-928-390-38-89. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны. Радио России. Настраивайте Радио России Карачаева Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах.